Друзья, всем привет! Приехал в город Брест на Брестский автоконфискат, который находится по адресу улица Городская, 56. Сегодня пойдем посмотрим все автомобили, которые есть на данном автоконфискате. Не забываем, с вас лайк, подписка, погнали смотреть видео. Хочу порекомендовать вам свой автоподбор на самые низкие цены в Республике Беларусь. А также действует скидка 10% для всех наших подписчиков. Все ссылочки под видео в описании. Ну что, ребята, Брестский конфискат. И сразу нас встречает вот такая вот Audi A6 в C7 кузове 2011 года, 2,8 бензин, 29 465 белорусских рублей. Это Брестский, белорусский автоконфискат в городе Бресте. Все цены указаны в белорусских рублях. Это аукцион. Если, например, вы будете желающим, один желающий на приобретение данного автомобиля, то плюс 5% к этой цене. Получается, курс у нас, если переводить в доллары, 2 рубля 65 копеек, грубо говоря, это курс одного доллара. То есть, считайте сами. 26,5 тысяч, это, грубо говоря, плюс-минус 10 тысяч долларов. И получается, вот за этот автомобиль просят чуть больше 11 тысяч долларов стартовой цены на кожаном черном салоне. Автоматическая коробка передач. Кстати, точно такой же автомобиль был у меня на обзоре. Единственное, у нас был трехлитровый. Трехлитровый. Тоже, если кому-то интересно, можете поискать. На канале есть целый плейлист по обзорам авто. Так, здесь цены нету, и здесь тоже этот каблук без цены. Ну, давайте, наверное, вот отсюда пойдем, от сотки сигары. Здесь, на самом деле, немного у них машин продается, небольшое количество, но все-таки. Сотка сигара, 86-го года выпуска. 2 литра бензин, 680 белорусских рублей. То есть, ну, грубо говоря, там, порядка 250 долларов стартовая цена. Салон ткань, механическая коробка передач. Ну, опять же, ребят, ну, фаркоп. Что можно сказать по дешевым автомобилям? Ну, если 250 долларов и один желающий, плюс 10 процентов, до 300 долларов ее можно взять. Ну, тут уже надо смотреть. Если она на ходу ездит, то, наверное, все-таки таких денег она стоит. 124-й мэрс 89-го года, двухлитровый дизель, 3 130 белорусских рублей. До переоценки стоил 3 314 белорусских рублей. На механические коробки передач. Салон ткань. С фаркопом. Ну, ценник. Ценник, конечно, дороговат, мне кажется. Учитывая вот состояние визуально, что шпаклевка потрескалась. Весь он гнилой по низу. Дороговато немного. Я думаю, долларов 400-500 за мерседес. Такого вот состояния, если он заводится и ездит, было бы оптимально. Шестерка Жигуль. А, нет, тройка, ребят. Тройка, год выпуска 75-й, 1,5 бензин, 371 рубль. Вот, пожалуйста, о чем я и говорил. Вот корч получается 140, грубо говоря, там плюс-минус. Ну, 150, округлим, 150 долларов. Понятно, колеса спущены. Внутри даже магнитола есть. Визуально комплектный. Ну, за такие деньги, вот, что касается, где-то может учиться ездить или где-то в деревню машина. Понятное дело, состояние у нее, мягко говоря, не очень. Но ценник невысокий. Если двигатель как-то заведется, она поедет, то этих денег, я думаю, более чем она стоит. Ну, по запчастям, как донора и на металлолом сдать ее купится. Ну, тут вот уже поинтереснее. Это Opel Zafira. Блин, ну, сильный ветер, сегодня тепло, но очень сильный ветер. Так что извиняюсь, если будут какие-то шумы в микрофоне. Opel Zafira, 2002 год. Два литра дизель, 6307 белорусских рублей. Получается, 2 400, наверное, грубо говоря, долларов стартовая цена. На механические коробки передач, салон-ткань. Ох, блин, ну какой сильный ветер-то. Ну, опять же, Opel можно видеть. Тут вот и делали, и все равно все жуками пошло. Задняя дверь. Коррозия по низу присутствует. В общем, требует он сварочных и малярных работ. Американский автопром. Это Вот так, Voyager. Год выпуска 98-й. 2,4 бензин. 1645 белорусских рублей. Понятно, салон-ткань, дверные карты с этой стороны отсутствуют. Одна карта, хотя, может, где-нибудь в багажнике нет. Вроде ничего не валяется. Ну, тоже такой ценник. Понятно, эти Америкосы, они очень хорошо гниют. Но этот, можно видеть, его тут пытались готовить. 1645 рублей. 600 долларов. Плюс-минус, там, может, чуть больше. Нива. Нива. 88-го года. 1425 белорусских рублей. 1,6 бензин. Ну, а вот по Ниве, мне кажется, смотрите, какая тракторная резина стоит. С фаркопом. Ну, понятно, что коррозия присутствует. То есть, такой весь подбитый. Ну, блин, разбито лобовое стекло. Но 500, 500, там, 50 долларов каких. Я более чем уверен, что она стоит. Где-то, может быть, под какой-то проект, или где-то ездить по периферии, по бездорожью. Мне кажется, что Нива за 500 с небольшим долларов, вот это актуальный вариант. Я думаю, вполне возможно, что его плюс-минус в ближайшее время и заберут. Потому что цена более-менее адекватная. ФИАТ-типа. 788 рублей, 1,6 бензин. 93-й год. Другое говоря, там, 300 долларов, получается. Ценник у него стартовый. На механике, салон на тряпке. Ну, понятное дело, по кузову гнилой. Гнилые пороги, гнилые арки. Кузов с многочисленными царапинами. Ну, как я уже сказал, бюджет, сами понимаете. Невысокий. Форд. Фокус первого поколения. Ух, он такой весь подраздолбанный внутри. Некомплектный. Панель частично разобрана. 3078 белорусских рублей, 2003 год, 1,6 бензин. Еще одна. Сотка сигара. Ну, это уже 90-х годов, наверное. Да, 90-го года, 2,3 бензин, 2,538. Чуть меньше 1000 долларов. Стартовая цена. Салон Велюр. На литых дисках. С фаркопом. Ниссан Премьера. Опять же, старый японец, как обычно, гнилой. Ну, ценник невысокий. 659 рублей за 2 литра дизель 92-го года. Получается 250, грубо говоря, долларов стартовая цена. Форд Гелакси. 10 тысяч 978 рублей за 2005 год. 1,9 дизель. Ну, в принципе, получается 4. Немного больше 4 тысяч долларов. На механической коробке передач. Салон ткань. Ну, ценник, кстати, учитывая год его, нормальный ценник. Ну, опять же, состояние, сами видите. Всевозможные коцки, царапины. Следы небольших ДТП. Царапины идут полностью по боку, притерты. Бампер, парки, дверь раз, дверь два и крыло. Ну, такой. Нужно приложить руки и средства. Бопель Аскона. 1128 рублей за Аскону просят. 86-й год. 1,6 дизель. С разбитым лобовым стеклом. На механической коробке передач. Ну, за Аскону дороговато. Долларов 200, если она заводится, то было бы более-менее нормально. Так, здесь 626-я Мазда с фаркопом. Салон велюр. Механическая коробка передач. 88-го года. 2,2 бензин. 1231 рубль. 450-460 долларов стартовая цена. Еще один, 124-й. 3628 рублей за него просят. За 87-й год. 2,6 бензин. Салон ткань. Механическая коробка передач. Ну, комплекты. Даже магнитола присутствует. С фаркопом. Вольфваген джета. Без цены. Газель вот такой вот бортовой. Тоже ценника нету. Вольфваген транспортер. 93-го года. 2 литра. Газ, бензин. 5643 белорусских рубля. 2. 2. 100-2. 150. Ценник у него. Ну, понятно. Салон ткань. Механическая коробка передач. Он пассажирский. По кузову косяков очень много. Ну, хотя вот задняя дверь, кстати, относительно не гнила. Имеется фаркоп. Может, дверь даже, скорее всего, я вот смотрю. Такое ощущение, что ее поменяли у них. Загнивают эти двери. Смотрите, по аркам арок нету. По низу тоже гнилой. Салон частично отсутствует. И второй гольф. Ну, гольф будет где-то года 90-го какого-то, наверное. А нет, 86-го года. Просто я смотрю без форточек. На широких бамперах. Он с такого 88-го или с 89-го вроде как пошел. 1.6 дизель. 1360 белорусских рублей. Ну, 500 долларов. 500-510 долларов. Механика. Салон на тряпке. Пятидверный. Царапины на крыше. Имеется фаркоп. Ауди 80-ка переходная. С фаркопом. Вот с такими вот меховыми чехлами. С люком. И ценой 1344 рубля. Блин, ну ценник, конечно, немаленький для такого автомобиля. Мне кажется, 86-й год. 1.6 дизель. 500 долларов, грубо говоря. Коррозия, конечно же, присутствует не без этого. Автомобиль старый. Машинке 35 лет, грубо говоря. Поэтому, конечно, косяков хватает. Ну и ценить 500 чем-то долларов, мне кажется, за такой автомобиль ни хрена не дешево. Так, здесь советский автопром. 896 рублей за эту шестерку просят. 99-го года, кстати. 1.6 бензин. Hyundai без ценника. Копейка тоже без цены. На копейку, ребят, скоро выйдет интересный обзор. Снимали мы тут в Бресте обзор на... Ну, на мой взгляд, на интересную копейку. Спойлерить не буду. Увидите все в видосе. Но сразу, забегая наперед, скажу, что копейка непростая. Пыжик 407. 2005 года. 1.8 бензин. А если округлять в меньшую сторону, 1.7 бензин. Ну, 1.8 все-таки, наверное, 9 828 рублей. Салон-ткань. Стекла тонированные какие-то. Ну, состояние, сами видите. Здесь трещина. Хотя, в целом, ну, есть косяки. Есть косяки. Вот хорточка выбита. Всевозможные коцки. Здесь семерка «Жигуль». 865 рублей за нее просят. За 2000 год, кстати. 1.5 бензин. Ну, 865 рублей за 2000 год, за семерку. Как я уже неоднократно говорил, если заведется, поедет, то, ну, грубо говоря, там, 300 с небольшим долларов она стоит. Вот такие вот косяки. А вот это уже практически раритет. Все эти Mazda 323 F-ки ушатали, как правило, но, тем не менее, вот на Камзискате одна стоит. На механические коробки передач, салон-ткань, слепая Mazda, 1339 белорусских рублей. Mitsubishi Space Wagon 92-го года, 2 литра бензин, 2049 белорусских рублей. На механические коробки передач, фаркоп, можно видеть, вваривалось, делалось. Ну, опять же, японцы гниют очень хорошо, и это тоже не исключение. Видно, что тут делали. Ну, делали так. А бы хоть как-то сделать максимально бюджетно. Ну, в принципе, как и надо делать эти автомобили. Тут уже нет смысла, если старый такой автомобиль купил, или он у вас есть, нет смысла делать где-то хорошо на станции, потому что это будет стоить больших денег, а максимально бюджетно хоть так, чтобы все-таки оно еще какое-то время походило. Здесь еще одна шестерка, 1984-го года, 1,3 бензин, 505 рублей. 505 рублей, 200 долларов, даже меньше 200 долларов. Здесь кореец, хундай, 2001-го года, 1,2 литра дизель, 7,848, белорусских рублей. На механические коробки передач, салон ткань, задние стекла тонированные. Ну, это достаточно большой, для большой семьи или компании, семиместный. Ну, относительно уже бюджетный минивэн, можно видеть с фаркопом. А почему бюджетный? Потому что, ну, ценники у них, старый минивэн, ценники уже относительно невысокие. Вот этот, порядка трех тысяч долларов, стартовая цена у него. А в целом, машинки неплохие. Сотка сигара. 86-го года, 1,8 бензин, 1728 белорусских рублей. И бочка B3, 80-ка. 4860 белорусских рублей, 2 литра дизель. 4860, ну, чуть меньше, 2 тысяч долларов. Ну, вот эти вот, B3, B4, 80-ки. B3, B4 и Passat, и они, конечно, в цене. Так, конечно, не должно быть, чтобы корчи какие-то стоили таких денег, а машинам там по 30 плюс лет, но, тем не менее. Ну что, сейчас пойдем посмотрим, еще там мототепель. Можно видеть, вот тут на хранении большое количество машин. Вон и шасик, трактор стоит, мопеды, мотоциклы. Ну да, кстати, много машинок. Но еще сюда их не поставили на продажу. Идем посмотрим мототехнику, может какие-то мотоблоки, что-то там под навесом, под тем мотик какой-то стоит. Так, вижу тут три мопеда. Вот этот 2013 года, кстати, 150 кубов, 660 белорусских рублей. Ну, состояние, сами видите, он такой весь подраздолбанный. Требует ремонта, вот это вот, клеить пластик или менять. Сиденье раздраконено, аккумулятор под вопросом есть или нет. Но, чем он интересен, все-таки 150 кубов. В принципе, под восстановлением, мне кажется, вполне возможно. Если честно, не знаю, сколько они сейчас по объявлениям идут. Ну, 660 рублей, это где-то 250 долларов. Опять же, под вопросом, заводится, ездит, не ездит. Здесь вот такой вот мопед. 396 рублей, 50 кубов. И вот этот вот, 2008 года. Получается, 559 рублей за него просят, 50 кубовый. Он хоть такой подороже, но, конечно, косяков тоже хватает по нему. Но пластик все-таки поцелее, чем вот у того 150 кубового. Но, если заводится и этот, и тот, я бы взял, если просматривал все 150 кубовый, конечно. Так, ну и здесь вижу какой-то советский мотоцикл, судя по всему. То ли ежак какой. А, тут не один, вот еще один стоит. Вот это Минский, наверное. А, нет, это Восход. Ну, кстати, ценника вроде как нету. Иж Планета 3. Старый такой, ну, если я не ошибаюсь. В советских времен мотоцикл, к сожалению, цены на него нету. И Восход стоит. У меня, кстати, у отца когда-то был Восход. Только желтого цвета. А, хотя стоп. Вот же ценник на фаре. 86-го года. Восход 3М. Получается 433 белорусских рубля. Вот за этот просят. И тут тоже все-таки ценник есть. Иж Планета. Написано на этом щитке Иж Планета 3. А здесь написано Иж Юпитер 4. 82-го года выпуска. 348 кубов. 334 белорусских рубля. Друзья, на этом все. Это был Брестский автоконфискат. Не забываем поставить под этим видео лайк. Подписаться на канал, если вы не подписаны. Всем удачи на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok